Скромные молодые ребята, а по факту большие молодцы. Патрулируя вверенный микрорайон, они предотвратили чрезвычайное происшествие. На вопрос, был ли страх или сомнение, отвечают, что времени на раздумья у них особо не было. Благодаря слаженным действиям полицейских удалось избежать ЧП в жилом доме, где мирно спали граждане, а еще спасти имущество магазина на крупную сумму. Возгорание самого началось в подоконнике, получается, от свечки. Ну и дальше огонь, чтобы этот не перешел на другие предметы, пришлось разбить окно и снегом потушить. На испуг времени не было. Надо было предотвратить, чтобы не было дальнейшего сгорания. Там уже времени особо думать не было. Выбрали самую подходящую ситуацию – это разбить стекло, чтобы побыстрее добраться до ЧП в сгорании. Разбили кирпичом. Лежал кирпич, вот этим кирпичом разбили стекло. Со слов старших сержантов полиции, подобные ситуации случались с ними и раньше. Исход, к счастью, только благополучный. Не пройти мимо, помочь, поддержать, задержать, порой пойти на риск. Не каждый решится на такое. Однако среди горожан немало неравнодушных. Большую помощь при тушении огня в закрытом магазине на первом этаже жилого дома оказали проходящие мимо молодые люди, признаются Алмаз и Руслан. Именно поэтому очаг возгорания удалось ликвидировать довольно быстро, еще до приезда пожарных. 22 часа 19 минут поступило сообщение о том, что горит магазин по адресу город Нефтекамск, проспект Комсомольский. На момент прибытия пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание горючих материалов на подоконнике магазина площадью 0,4 квадратных метра. Пожар был потушен и обнаружен сотрудниками полиции до прибытия пожарного подразделения. Погибших пострадавших нет. Причиной пожара является неосторожное вращение с огнем, оставленным без присмотра зажженная декоративная свечка на подоконнике. В преддверии православных праздников спасатели просят нефтекамцев быть более бдительными, не оставлять без присмотра зажженные свечи и иные пожароопасные предметы. При первых признаках возгорания следует незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112. Продолжение следует...